Ставлю вариться рис, насыпаю на глаз, на дно и сантиметр воды сверху должен покрывать этот рис. Варю, в принципе, до готовности, крышкой не накрываю, это не суть важно. Пока у меня отваривается рис, разберемся с капустой. Я буду использовать вот такую шинговку, кстати, на капусте ее буду использовать первый раз. Посмотрим, ну, я взяла пока вот эту насадку, посмотрим, сработает ли она. Это у меня браун, и в каком-то влоге я уже показывала его, оставлю ссылку, если интересно. Также уже подготовила огромную кастрюлю, она у меня, по-моему, на 5 литров или на 4. В общем, я сюда сейчас на дно немножечко подсолнечного масла поставлю на медленный огонь, и сюда буду скидывать как раз капусту. Вот она будет там какое-то время так жариться, тушиться, возможно, немножечко водички еще подолью. Так, нашинковала, не знаю, одну, четвертую, наверное, от всей капусты. Сейчас посмотрим, какой результат дает эта шинковка. Ну, к слову, вполне прилично, как раз идеально для голубцов. Занимает секунды-две все это прошинковать. Отлично, просто замечательно. Вообще, слушайте, шинковка это тема. Чтобы я еще когда-нибудь вручную резала эту ненастную капусту. Ну, в общем-то, вполне удобно. Просто вот такими брусками нарезаю и сюда запихиваю. Мира, жми кнопку. Стоп. Четыре руки работаем. Тем временем кастрюля практически целиком заполнена. Все это еще уляжется и в половину объема она будет. Рис сварился, готов. Скоро я его швырну в эту кастрюльку. Так как он немножко недоварен, то, в принципе, это можно прямо сейчас сделать. От кочана капусты, он большой у меня был, у меня тут вот осталось. Это я из этого детский суп какой-нибудь, типа, щей быстренько сварю. Вот. Ну, осталось только прибрать здесь бардачину. Рис отправила к голубцам. Сейчас все это дело перемешаю. И буду некоторое время тушить. В принципе, сейчас уже и фарш будем добавлять. Фарш. У меня здесь грамм 400 будет сейчас, потому что я чуть-чуть собаке еще отдам. Варианты два есть. Либо его вместе с луком быстренько обжарить на подсолнечном масле и добавить уже в такую протушенную капустку с рисом. Либо его запихнуть в сыром виде и там просто активно мешать, и он немножко отварится. Это зависит от степени вашей ленности. А дальше уже специи. Там чеснок с солью, перец, можно лаврушечку кинуть. Ну, вот просто протушить, чтобы до готовности мясо. И все, и можно есть. Можно добавить томатной пасты еще. Ну, это, знаете, каждый на вкус будет добавлять, мне кажется. Перемешиваем. Вот так это выглядит в готовом варианте. Больше ничего добавлять не буду. Кстати, довольно диетичным, потому что масла здесь мало, а все остальное, ну, считай, так вот, проваривалось, тушилось с водичкой. Главное, дети, у меня вот такой вариант голубцов. Любит. Это самое важное. Музыка. 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 Музыка.